Всем привет! Омст на связи. Вот показываю, махнула не глядя. Махнула не глядя. На что? Конечно же, на то мясо, которое выращиваю я. Я выращиваю мясо индоуток. Кто-то выращивает поросят на мясо. Вот я с этим, кто выращивает поросят на мясо, и махнула не глядя. Но цена моей индоутки рыночная. 400 рублей. Это та, по которой я продаю индоутку. И та цена, по которой у меня покупают. Часть индоуток я убрала, и часть индоуток продала. И купила вот такую прекрасную ногу. Ногу свинины. Ногу поросеночка. Небольшого. Мне большой не нужен. Так вот, цена этого мяса, тоже рыночная, 280 рублей. Домашний поросеночек. Вчера еще бегал по загончику. Как бы это ни было печально, но все мы живем и работаем ради того, чтобы накормить свою семью. Конечно же, я согласна с тем выражением, что нужно жить не для того, чтобы есть, а есть для того, чтобы жить. Но, тем не менее, без продуктов питания никто еще не обходился. Так вот, я махнулась, не глядя, на ножку поросенка за килограмм 280 рублей. Итого, выгода очевидная. Я продала 10 килограмм мяса своих индоуток на сумму 4000. А купила 10 килограмм, вот вес написан, мясо свинины на 2800. Вот, очень хороший обмен. Вот так мы и живем. Сейчас я все это разберу и посмотрим, какой же у нас тут будет выход мяса и какой выход костей. Вот из такой ножки в 10 килограмм. Действительно ли выгодный обмен? А может быть и нет. Сейчас мы это увидим. Ну, какая может быть свинина без свежины? Это же просто невозможно. Это даже не обсуждается. Если появилась свинина, именно парная, то, конечно же, здесь и свежина. А сейчас сюда лучок и будет обжираловка. Как же это вкусно! Как же это вкусно! Вот и задумаешься, для чего живем. Для того, чтобы только есть вкусно. Или едим. Для того, чтобы жить хорошо. Вот в чем вопрос. Обалденная вкуснота! Развесим, что же у нас получается. Из 10 килограмм 200 грамм общего веса убрала я косточки. Косточки у меня. Вот это и все. Килограмм 175 грамм. 10 200 минус 1 170. Получается 9 0 3. И рулька собственная персона. Сейчас мы взвесим и ее. 1 килограмм 200 грамм. Из того, что у нас получилось. Минус 1 и 2. Получилось 7 800. 7 килограмм 800 грамм. Это у нас получилось чисто мякоть и салу. Салу там совершенно нет. Что будет, даже не знаю. Из этого сала. Но сейчас посмотрим. Итак, 7 830 у нас осталось. Вот у нас что есть. Вот такая красота. Это такой укорок. Сейчас сало сниму. И покажу, сколько будет сала. И сколько будет чистого миска. Такого замечательного. Мне нравится, кстати. Мы сало не очень едим хорошо. Поэтому нам и килограмм сала будет за глаза. Я к стопке с салом. Оказывается, его не так уж и мало. Сейчас взвесим. Еще вот с такой вот прослойочкой. 2 0 30. Итак, 7 830 минус 2 0 3. Итого 5 килограмм 800 грамм. 50 процентов. Практически. Ну, 6 килограмм, будем говорить. У нас чистого мяса. Ой, какое оно красивое. Вот это-то я все и люблю. Приучили нас родители. К мясу. В общем-то, никогда себе не отказывали. В этой вкусной еде. И поэтому, как бы. Не хочется жить на воде. А надо. Уже пора. Уже пора. Уже условия нашей жизни диктуют, что скоро мы будем сидеть на одной воде. Спаси, сохрани и помилуй. Но еще осталось посмотреть, что же у нас будет с нашей свежиной, которую мы готовим. Желаю всем иметь мясо, выращивать, не лениться. Находить источники кормовой базы. Находить возможности содержания. А для этого нам с вами нужно одно здоровье. Чего я вам и желаю. И себе тоже. Итак, со свининой. Со свининой все закончено. Все разобрано на запчасти. Все подписано. Это суповые наборы. Это отбивные. Это свинина на какие-то запеченные. Целиком кусочком. Перекрутили также фарш. Все подписала. Все промаркировала. Дата есть. Сало посолено. Сало солю очень легко и просто. Соль, смесь перцев и чеснок. Все закладываю в чашку. Обмакиваю каждый кусок. И вот так он у меня в такой емкости будет солиться. Сразу же будет рассол стекать. Вот туда вниз в чашу будет рассол стекать лишний. А сало останется сухое. То есть это называется сухой посол сало. Итак, все вуаля называется. Все готово. Осталось только достать из холодильника и приготовить. Вернее, из морозильного ларя. Это самое главное, что я хотела сказать моим обменом мяса, что для этого и нужно держать немного птицы побольше, чтобы произвести выгодный взаимообмен. поменять, продать одно мясо и купить другой вид мяса. Вот такое у меня получилось сельяви, что в переводе на русский означает «такова жизнь». И никуда нам от этого не деться. Всем пока! А вот и она. Свежая, домашняя, свежена. И ничто не может сравниться со вкусом этого прекрасного вкуса свежины. Это очень вкусно! Всем приятного аппетита! Какой деликатес! Всем удачи! Всем добра!